Продолжается у нас дискуссия с Наташей, но к этой дискуссии к нам присоединяется еще семьями психолог Ольга Гусева. Ольга, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Ольга. И вот вопрос-то опять же. Да. Как найти вот эту золотую середину с родственниками мужа, с родственниками жены? Золотая середина, на самом деле, она зависит же от всех участников, ну, вот этого процесса. Это же не так, что я пришел в семью и все у нас прекрасно. Многое зависит и от тещи, и от свекрови, то есть от их позиции в этих отношениях, что они туда несут. И опять же, надо не забывать, что я хочу внести в эти отношения, да? То есть мои 50% вклада это какие? Хочу я этих теплых отношений со своей тещей, либо со свекровкой, да? Либо не хочу. Ну и 50% это уже от них. Это наше усмотрение получается. Конечно. Вы считаете? Подождите. И вся семья вам отвечает, смысл ли ты не хочешь? Ты что-то у нас в квартире живешь? Ничего? На секундочку. В каком смысле ты не хочешь? Ты пришла в нашу семью, вот, пожалуйста. Здесь мы красим зеленым, здесь синим, а в платьишке в таком ходи. А вот здесь комната, которая должна быть для тебя, но ее нет пока. Это про границы на самом деле уже идет. Тут тоже надо понимать, насколько вы готовы к этим границам. И тоже как-то нейтрально разграничивать это. По-другому никак. Ну, понятно, что давайте по-честному, что хорошие отношения – это дорогого стоит. Это такой хороший, я не знаю, хорошая основа для семейного древа, да? Но вы один не справитесь в поле, да? То есть даже есть такие прекрасные слова в Библии, например, да, что сын должен уйти от матери, отделиться от отца своего и матери своей и стать единым целым женой своей. А, ага, Валера, вот ты. Я тебя не слышу, я катужу на это ухо. Я слышу Ольгу, как раз. Нет, а она говорит, запиши, кто главный-то должен быть, жена, а? Стать женой. Нет, ну серьезно, получается так? Но вообще это говорится о том, что мужчина и женщина отделяются от родителей, как бы это ни звучало, идет сепарация, да? И они создают свою семью, и здесь они должны быть друг за друга. То есть в любом случае они должны поддерживать друг друга. Знаете, бывает, теща ругается, там, либо свекровь один перебегает на эту сторону, да, 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 либо дочка с мамой объединяются. Очень сложно, очень сложно. Конфронтация, война. Слушайте, ну... Значит, война! Вот так вот будет. Вот так и бывает. Да. Знаете, давайте возьмем плохую ситуацию. Они не справляются, ругаются, дело к разводу. А родители с двух сторон, что, должны стоять и смотреть? Нет, здесь родители должны попробовать поучаствовать. Но не так тоже, чтобы переходить какую-то границу, поговорить абсолютно адекватно, выдержать какой-то тоже нейтралитет, высказать свое мнение, объяснить, привести доводы, что смотри так-так, и тут уже как-то совместно принять решение. Да, и опять, если вот продолжаю ситуацию, что-то не так, она, например, прибежала жаловаться на него к его маме. Ну, это неправильно на самом деле. Почему? То есть, когда невеста прибегает к маме и мужу, да? Она может... Да, да вообще, в принципе. У меня есть такие знакомые просто, у меня есть подруга такая, у них происходит все именно так. Что скажете? Смотрите, когда вы прибегаете к кому-то, вы хотите, чтобы вас защитили и встали на вашу сторону. Да. То есть, вы пришли, таки пожаловались, мама его встала, ему нахлобучила, простите меня. Единым полом в своем. Да, это тоже неправильно. Тут вы можете спросить совета, но вы своего мужа, простите меня, подставили перед его мамой. Я ничего не знаю, меня не было. Ну, как бы, да, вы сами создаете то, чтобы потом у вас в семье был третий лишний, который будет периодически туда потом влазить. Еще, у меня 150 вопросов. У меня 400 вопросов. Что больше, 100, 500 или 400, это обсудим. 100, 500. В общем, опять же, когда плохо, выносить ссор из быи не стоит. Хорошо вопрос. То есть, все-таки не стоит? Нет. Подождите. Вы можете спросить совета. Но это же мы вынесли. Подождите, выносить же можно по-разному. Можно все в красках рассказать и сделать из себя жертву. Ну, как правило, Ольга, мы же рассказываем все с твоей точки зрения. Конечно. А не с точки зрения моей супруги. Конечно. У всех вообще разная позиция была. Тут тоже надо спросить, простите меня, совета. И как бы посмотреть и объяснить. То есть, муж-то тоже там с какой-то своей колокольней-то делал. Конечно, как всегда, во всем виновата она, я такой хороший. Ну, смотри, Валер, ну, все плохо, мы ругаемся, мне плохо, с кем мне разговаривать. Пойти поплакаться маме же, это же самое первое, да? С другой стороны, вот не выноси ссоры из избы, что я как хорошая должна жена и никому ничего не в себе. Нет, тут на самом деле лучше желательно тогда пойти к специалисту и там выяснить, расставить как бы приоритетность. Пойти к специалисту и там уже в процессе вы выясните, в чем проблема. Потому что не факт, что свекровка, либо теща даст вам правильный совет, она вам даст из своего опыта. А где гарантия, что ее опыт поможет в ваших отношениях? Мы напоминаем, что пока мы попросили остаться еще у Ольги Гусева, семейного психолога, мы с вами здесь. Давайте звонок вместе принимать, нам звонят постоянно. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Скажите, как у вас там складываются вот эти все дела с тещей? Ну, всякое бывает. Например, например. Не, ну, конечно, не без... Нет, ну, скандалов-то, конечно, не бывает. Ага. Но... Ну, а так... Но, но есть точки кипения. Что бы вам хотелось убрать из отношений с ней? Что бы она, например, не советовала? Мне что-то такое. Что? Ну, я бы сказал, знаете, вот, нет, советовать, так как она, ну, как с высоты прожитых лет, она все-таки советует. Кстати, передать привет можно тёще, Захарова и Татьяне Дмитриевне. О, да, конечно. Захара Дмитриевна вам привет передает тёщу. Хорошо сказал. Да что, Дмитриевна? Надо с этого было начинать, Евгений. Передали привет тёще, а потом всё про неё, всё, что можно рассказать. Да, можешь не говорить всё, что угодно. Да, главное, главное, любить, любить и уважать. Конечно, однозначно. Кого? Кого? Тёщу? Жену, тёщу? Ну, во-первых, жену. Так. А потом уже тёщу, маму, маму жены. Да, потому что, да, да, потому что это мама твоей жены. О, ну, всё правильно. Да вы святой человек просто. Скажите, а почему бесят других мужчин их святые тёщи? Ну, я не знаю. Ну, они просто слабы. У каждого своё мировоззрение. Ага, понятно. Я за других, как сказать, ну, не могу... Правильно, за других сложно ответить. То есть, ваш совет уважать, любить. Да, да. Всё, Евгений, огромное спасибо. И тёще ещё раз привет вашей передаём. Вам крепкого здоровья, и чтобы вас было в семье идиллия. Ну, а мы давайте подведём итог. У нас семейный психолог Ольга Гусева. Говорим про вот эти взаимоотношения с тёщами, со свекровью, с невестки, с зятья. Почему? Про тёщу всегда в интернете, да по жизни много песен, анекдотов, вот этих баек всяких. Чистушек неприличных. Чистушек. Да. Есть привычные, я потом спою. Разные, не надо. Кстати, не пропустите, я спою частушки про тёщу. На самом деле, ну, моё личное мнение, что считают, что больше тёща, она со своей дочкой в больших таких эмоциональных отношениях, что они больше делятся между собой какими-то секретами. И вы знаете, когда женщина ругается с мужчиной, она очень часто говорит, я к маме уйду. Или там, я маме пожалуюсь. И на этом фоне, я думаю, это всё на самом деле и созрело. Потому что свекрови, они более холодны. Они не показывают свои эмоции настолько ярко, насколько та же тёща, да? Тёща просто ближе к семье, как будто чуть-чуть ближе. Она больше сидит с детьми, на самом деле. Ну, многие, скажем так, 70% это тёщи. Они участвуют вот именно в семейных каких-то посиделках с детьми, в помощи какой-то. Поэтому... И поэтому, Ольга, говори. Два совета. Правила. Два совета хороших. Да, два-три совета. Взаимоотношения с тёщами, со свекровью. Чтобы не было скандалов. Первое, это надо, правда, их любить, но любить искренне. Желать эти отношения выстроить более комфортными, счастливыми. Второе, наверное, я бы сказала, что ни в коем случае не делать вид, что вы хотите хороших отношений, если внутри у вас не лежит к этому человеку душа, да? И вы негативно настроены. И третье, ну, всё же попробовать найти какой-то компромисс, нейтралитет. Это вот самое сложное. Это самое сложное, но здесь надо приложить усилия. Надо стараться, надо стараться все вместе. Ольга Гусева, семейный психолог, сегодня у нас в студии. Да и мы и вам поможем, если что, обращайтесь к нам. Мы с Наташей тоже с опытом, всё что угодно. У нас есть все родственнички, да ещё такие. Итак, да ещё такие, которые, знаете, с ними хоть куда можно пойти. Всем привет, да. Да.